Хочу сказать, здравствуйте. Я Черкашина Елена Александровна и попала в нелегкую ситуацию, безвыходную. У меня есть малолетний сын, Сашенька. Черкашин Александр Александрович, он всего 7 лет, но я не могу его видеть. Так как с мужем я уже развелась, по причине я не сама ушла, были обои у нас, набрал много кредитов, то есть здесь доказательства, есть акты. Он со своей мамой Ириной Галентяновной решили решить меня сына. У меня сердце кровью обливается, у нас очень тяжелые суды прошли. Первый суд Советского района прошел 4 этапа, где было принято решение в мою пользу, потому что никаких оснований принять по-другому это решение нет. Я работающая мама, у меня есть жилье, всегда занималась сыном, но мой бывший муж теперь подает на пиляцию. Дело переносит в областной суд, и он также проходит под председателем судьи Светланы Беляц, она была в тройке. Три этапа. Последнее заседание было очень интересным, то есть оно было разбито неожиданно на два этапа, где в первом случае, это было 9.30, победила, ну как бы склонилась в мою сторону, потому что, ну и причин не было. Доводы все есть, то есть две экспертизы прошли у нас, психолого-фитографические, то есть 7 экспертизы в первом случае я запрашивала, во второй мой муж, бывший же, да. И второе заседание, это было уже, первое прошло, оно в 9.30, а второе заседание в 5. И очень странно, опираясь только на решение опейки советского района, которая неправомерно сделала акт и допустила очень много ошибок, не прислушившись к опейке Борошиловского района, которая в мою пользу, то есть она определяет ребенка жить с мамой, то есть принимает решение в пользу моего будущего мужа. То есть ребенок должен быть с ним, алименты должна платить. Я безоснованно. Не знаю, что с этим делать, до сих пор я не могу ребенка вообще увидеть и услышать. Ребенок за забором, кстати. Не посещает садик на последней экспертизе. Нам эксперт сказал, что он абсолютно не готов к школе, то есть у него сейчас первый класс будет. Из-за того, что они его сняли и держат вот так. Это вот так отразилось. Он назвал имя деда вместо отца. Да, и кстати, он правда назвал. Когда спросили, как зовут папу, он говорит, наверное, так же, как и деда. То есть кроме планшетов, компьютеров, ничего у него нет сейчас. Он просто дает игрушки, чтобы он забыл меня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...